Ну а мы, друзья, возвращаемся в Шеффилд, в ледовый дворец спорта Моторпоинт Арена. Именно этот дворец стал в этом сезоне местом проведения Европейского чемпионата. Но, как вы видите, пауза у нас продолжается. Заливка льда завершилась и буквально через минуту-другую на льду должны появиться участники пары из третьей разминки. Вот, кстати, я вижу, они уже выходят на лед. Назову, кого мы сейчас с вами увидим в этой разминке. Это вот так бурно приветствуют трибуны свою пару из Великобритании. Это Салли Хоулин и Джеймс Хант. Они будут выступать в этой разминке первыми. Затем итальянская пара Каролина Гиллеспи и Лука Дематте. Десятая пара у нас из Австрии. Настина Мартини и Северин Кифер. И четвертая, последняя из этой разминки пары. Это первая белорусская пара. Они были десятыми на прошлом чемпионате Европы. Любовь Бакирова и Николай Каменчук. Ну, а потом начнется уже самое интересное, потому что уже в следующей четвертой разминке на лед выйдут наши Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Может быть, не все следят за нашим репортажем с самого начала, поэтому я напомню вам самые интересные пока моменты. Это, во-первых, наша первая трансляция. Из Шеффилда сегодня в дневной программе. Сейчас где-то три часа дня и три минуты по местному времени. Так что в дневной трансляции у нас короткая программа спортивных пар, а вечером короткий танец у танцевальных дуэтов вы увидите сегодня. Мы показываем этот чемпионат, что называется, в полном объеме. То есть все вы увидите в ближайшие четыре дня. Завтра, кстати, в парах в вечерней программе будут разыграны первые медали в спортивных парах. Мысли возвращаться к событиям двух предыдущих дней. Дело в том, что сегодня начались основные соревнования, а в понедельник и во вторник были квалификационные соревнования. И вот нашему Евгению Плющенко, как это ни странно звучит, но пришлось отбираться в квалификации, потому что он не выступал долго. Всяком случае на международных соревнованиях он не выступал с 2010 года, вот с момента Ванкуверской Олимпиады. Естественно, у него нет никаких из этих рейтинговых очков. Ему пришлось отбираться. Ну, понятно, что для Плющенко это была чистая формальность. Он откатал в этой квалификации свою произвольную программу, получил 157,52 балла. Ну, фактически для него это была как бы тренировка, потому что румын Золтан Келемен, который стал вторым, он отстал от Плющенко более чем на 43 балла. Ну, если для Плющенко участие в квалификации это была, конечно, просто формальность, то вот Полина Коробейникова, одна из трех наших участниц, она для нее квалификация отнюдь была неформальной. Но, тем не менее, и, может быть, это самое важное для нас событие вчерашнего дня, Полина Коробейникова блестяще справилась со своей произвольной э-программой, получила очень хорошую для себя оценку. Это ее личный рекорд 109,73 балла, ну, практически 110 баллов. Ну, для сравнения, она опередила более чем на 13,5 баллов шведку Хельгиссон, которая в итоге в квалификации заняла второе место. Ну, а что касается сегодняшнего дня, я уже говорил об этом, но сегодня главной новостью стало то, что Алена Савченко и Робин Шилковы, трехкратные чемпионы мира, четырехкратные чемпионы Европы, снялись с чемпионата, хотя накануне казалось, что все будет в порядке, потому что они тренировались, правда, не исполняли каких-то сложных элементов, но тренировка была, и Алена Савченко выглядела, вроде бы, очень довольной. Ничто не говорило о том, что вот где-то минут 10 назад она во время тренировки получила травму бедра после неудачного выброса, неудачного приземления. Даже вот были такие разговоры, что все то, что немецкая пара, все эти разговоры о том, что они могут сняться, что это не более чем тактический ход, но ничего подобного. Действительно, сегодня за два часа до начала короткой программы стало известно, что они выбыли из борьбы, но, естественно, вот из-за этой самой травмы. Таким образом, главные фавориты, безоговорочные фавориты этого чемпионата наши Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Ну вот, вот это дуэли, которые мы все ждали, дуэли лучших в этом сезоне пар. Я напомню, что в финале Гран-при в Канаде там первыми были Савченко и Шелковы, но в итоге по сумме двух программ они опередили Волосожар и Транькова всего-навсего на 18 сотых балла. Поэтому их соперничество здесь, в Шеффилде, ожидалось с большим интересом, но вот сегодня стало известно, что этого соперничества во всяком случае здесь не будет. Будем ждать мартовского чемпионата мира в Ницце. Я надеюсь, что там к ним присоединится и Кавагути и Смирнов. И там будет действительно большая борьба за золото и за медали. Ну а в связи с тем, что не выступают Савченко и Шелковы, то не будем забывать про еще две наши пары. Вера Базарова и Юрий Ларионов в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. И есть шанс и может встать, зайти на пьедестал, может быть даже на ступеньку выше. Ну и Ксения Столбова и Федор Климов, дебютанты, также могут уже в своем первом европейском чемпионате выступить очень и очень здорово. Ксения Столбова, Федор Климов и Гера Базарова и Юрий Ларионов будут выступать в заключительной пятой разминке. А сейчас трибуны таким образом уже такую предварительную овацию устроили своей паре Салли Хоулин и Джеймс Хант. Кстати, Салли Хоулин в прошлом году выступала на чемпионате Европы, но правда с другим партнером, с Якубом Сафраником, и заняла тогда вот, они заняли 14 место. Вот совершенно новая пара, сказать про нее пока ничего нельзя, нет никаких их результатов в этом сезоне. Подкрутка двойной ЛУЦ. ЛУЦ смогла выехать после выброса тройной Сальков и, естественно, очередная порция аплодисментов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не совсем параллельно был исполнен этот прыжок, двойной всего на все, двойной флип. КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так их приветствуют, как будущих лидеров. Хотя, на самом деле, конечно, у них очень многое не получилось. Вот такое ощущение, что они вообще остались без поддержки. Какой-то этот элемент. Даже трудно объяснить, с чем это связано. Но надо дождаться, конечно, оценок окончательных. Может быть, я что-то пропустил. Ну, во всяком случае, вот это уже восьмая пара, которая сегодня выступает. Если так по большому счету судить. Так, давайте посмотрим. Это была подкрутка. Так, вот. А нет, вот поддержка. Кроме всего прочего, я напомню, что было 19 пар после того, как заявили о том, что не будут выступать Савченко и Шелкова. Остается 18. И вот здесь, кроме всего прочего, идет такая в нижней части таблицы суровая борьба за то, чтобы все-таки выступить в произвольной программе. То есть две пары из 18 должны отсеяться. Ну, в каком-то смысле сейчас решается судьба этой английской пары. Потому что главное сейчас опередить две пары из Белоруссии и из Болгарии. Да, вот у них получается. То есть они уже ясно, что не будут ни последними, ни предпоследними. Хотя результат, конечно, невысокий. Шестое место после выступления восьми пар. То есть они, вот к радости этих болельщиков, они уже будут в финале, будут бороться за... Будут бороться в произвольной программе. Каролина Гелеспи и Лука Дематте из Италии. Вторая итальянская пара. В прошлом году на чемпионате Европы были 11-ми. Нет, 12-ми. 12-ми были на прошлогоднем чемпионате Европы в Берне. Лучший их результат в карьере в короткой программе 40 баллов и 11 сотых. Войной лут подкропка. Сумела все-таки она... Было ощущение, что на две ноги приземлилась, но сумела выехать после этого выброса. КОНЕЦ 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 Вообще-то пара, которая претендует на место в десятке, они безусловно должны на это рассчитывать. Будучи 12-ми на прошлом чемпионате Европы, вообще должна иметь в своем активе не двойной, а тройной все-таки параллельный прыжок. КОНЕЦ 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 Выполнили они его относительно неплохо, но все равно базовая оценка у двойного Эддбергера очень низкая. КОНЕЦ Это меньше двух баллов. КОНЕЦ 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 Опять же, все весьма относительно. Были у них ошибки и на подкрутке, и на выбросе. Конечно, сейчас на повторе, я думаю, мы увидим. Там все-таки приземление было на две ноги, хотя она устояла. Но ясно, что оценка будет невысокая за этот элемент. Но опять же, еще раз напомню, что из тех, кого мы уже видели, явно выделялись две французские пары своим катанием и своими оценками. Две единственные пары, которые получили оценку выше 50 баллов. Дарья Попова и Бруно Массо, почти 54 балла, 53,91. И Иванесса Джеймси, Морган и Кипре, 51,81. Оценки всех остальных пар, которые уже выступили в короткой программе, где-то в районе лучших из остальных пар, где-то в районе 40-43 баллов. Но я думаю, что и оценка итальянцев будет тоже где-то в этом районе. Но опять же, для сравнения, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть пока вот две пары показали результат выше 50 баллов, а лучшие из лучших, та же Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Савченко и Шелковы, у них за короткую программу оценки в районе 70 баллов, даже выше. Ну вот, пожалуйста, те самые 42,75, что четвертые они должны быть с этой оценки. Или пятые, нет, четвертые. Четвертое место занимают итальянцы. Стена Мартини и Северин Кифер, Австрия. Неудивительно, что короткая программа у них на музыке Агана Штрауса. Голубой Дуна и Марш Радецкого. Ну, в связи с Маршем Радецкого, очевидный костюм, соответствующий у партнера. Голубой Дуна и Маршем Радецкого. 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 Без помарок То все равно На многое рассчитывать не приходится Имеется ввиду техническая оценка Вот я уже вижу на компьютере За технику они получили 20,56 балла Это немного Их лучший результат в сезоне Был 36,67 Вот сейчас Где-то на полтора Балла лучше Заслужили они аплодисменты своих Наставников Они занимают седьмое место Естественно с этой суммой Попадают в произвольную программу Где мы с вами их увидим И завершает эту разминку Еще одна белорусская пара Мы уже видели Марию Полякову и Михаила Фомичева Которые крайне неудачно Выполнили свою короткую программу И понятно что они С суммой в 28 баллов Никуда не попадают То есть они В произвольной программе Мы их не увидим Вот это первая Белорусская пара Любовь Бакирова Николай Каменчук Цыганочка в их исполнении Ну и Напомню Ну я когда говорю Первая белорусская пара Я имею ввиду что они Чемпионы Белоруссии То есть лучшая Белорусская пара Цыганочка в их исполнении И Напомню что в прошлом В прошлом чемпионате Европы Они были десятыми АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Ну вот они удачно справились с выбросом тройной стальков. Сразу как-то настроение поменялось. Но только эти паузы, вот мне нужны эти паузы. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну вот тоже здесь у них были проблемы с поддержкой. Конечно, они расстроены, потому что там что-то не получилось у них. Я не знаю, покажут ли это в повторе. Тоже у них и двойной прыжок, двойной Сальхов. Всполнен был не самым лучшим образом. Базовая оценка у двойного Сальхова вообще очень низкая. Всего балл и три десятых. И выполнили они его не лучшим образом. Подкрутка двойной ЛУЦ. Справились они с ней. Ну вот параллельно этот прыжок. Хороший был выезд из стройного Сальхова. Ну вот здесь допустили они серьёзную ошибку в поддержке. Могут вообще за неё ничего не получить. Потому что там есть условия, которые определяют, состоялась эта поддержка или нет. Там времени, по времени это должно всё фиксироваться. Ну вот такое ощущение, что они эту поддержку просто срывают. Но они всё прекрасно понимают. И видно, что... Вот, кстати, их тренер Дмитрий Каплун. Сейчас он в Минске. Одно время уехал в Италию и выступал там как парник. В Италии именно. Ну вот сейчас вернулся в Минск. Он директор школы спортивной... Школы фигурного катания. И вот тренирует эту пару. Да, вот есть эта поддержка неудачная за технику. Это в районе 20 баллов. Ну, не дотянули они до 40. 39,6 их оценка общая за короткую программу. И впереди у нас сейчас как раз две оставшиеся разминки. Вот мы видим, конечно, к ним особое внимание. Татьяна Волосожар, Максим Траньков, которые остались без своих главных соперников. Ещё раз напоминаю для тех, кто не с там начала смотрит, что Алена Савченко и Робин Шилковы. Так, вот это так выглядит турнирная таблица. Вот эта буква «Кю» означает, что эти пары прошли уже квалификацию и будут выступать завтра в произвольной программе. Так вот, Татьяна Волосожар и Максим Траньков лишились своих главных соперников. Снялись в самый последний момент за два часа до начала короткой программы Алены Савченко и Робин Шилковы. Ну и...